Привет! В Москве возле торгового центра «Речной» утку укусило мужика за задницу. Как сообщает телеграм-канал 360 ТВ, мужчина-таксист, который пытался прогнать с дороги утку-мать с десятками. Думаю, мужик сразу пожалел о том, что сует нос не свое дело. И правильно, нечего взрослой самостоятельной утке указывать, как ей жить. Хотя, казалось бы, беспокоился, чтобы ее не задавили. Б. Благодарность. А меня зовут Елена Рассохина, и сегодня я расскажу вам о некоторых очень странных событиях последних дней. И для начала напомню, если что, мы перенесли неновостной котелок на основной сайт неновости.ру, немного упростив и порапгрейдив его, конечно. Сорян за некоторую недопиленность, все пока потихоньку и в роли эксперимента. Зато именно сейчас, когда мы только подняли новый сайт, у вас есть уникальная возможность оказаться на главной странице неновости.ру. К тому же, благодаря прошлому котелку, и чего я надеюсь достичь в этом, мы с вами охватываем большее количество интересной информации. Так что заходите на сайт, становитесь участниками нашего уютного неновостного сообщества, и если наткнетесь на что-нибудь интересненькое, можете смело прислать туда свежак. Как великолепно сделал со следующей новостью пользователь под ником DELS. Спасибо тебе. Так вот, сейчас будет немного героизма на небольшой улочке. Ехал себе лондонский доставщик на велосипеде по Мэри Ливон Хай-стрит, что рядом с Бейкер-стрит. И вдруг на него напали четверо неизвестных, ударили по голове бутылкой и собирались украсть велосипед. Казалось бы, ужас, паника, что делать? Но на помощь парнишке уже мчался кучерявый рыцарь на Убере. Бенедик Кэмбербэтч проезжал мимо в такси со своей женой Софи Хантер. Актер услышал крики пострадавшего и Аки храбрый лев бросился на помощь. Шерлок оказался за углом от своего дома. Совпадение? Или он мониторит центральный Лондон, беспокоясь о каждом жителе? Водитель Убера, Мануэль Диас, который вез пару, рассказал, что парнишке повезло и Бенедик повел себя как настоящий герой. Тогда все было немного сюрреалистично. Шерлок Холмс отбивался от четырех нападавших прямо за углом от Бейкер-стрит. Че, все вроде логично. Водитель также поведал прессе, что пока он схватил одного парня, на Кэмербэча напал второй и попытался ударить его, но актер сумел дать отпор. В результате те четверо сбежали, доставщик в порядке, а Бенедик теперь еще и в лабрах героя и победителя. Добро и крутотень, как по мне. А знаете, что еще круто? Поймать и спасти на лету женщину, которая прыгнула с четвертого этажа. Как это сделал сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы Латвии Томас Яунземс? Сотрудников службы вызвали жители дома, с четвертого этажа которого собиралась прыгнуть женщина. Так как пробираться в квартиру было без вариантов, барышня бы тут же сиганула с эдакой высоты. Спасатели поступили мудро и постучались в двери квартиры на третьем и на пятом этаже, между которыми и находится нужное окно. План был прост. С пятого этажа на тросах спускается спасатель и затаскивает женщину обратно, а ребята на третьем подстраховывают. Но, как всегда, все пошло не так, как нужно, и дама полетела до того, как подоспела помощь. В это время Томас был у окна третьего этажа. Он услышал, что дама на подоконнике начинает обратный отсчет и вовремя среагировал. Я поймал ее за талию и попытался затащить в окно, но, к сожалению, не получилось. Мне казалось, что она уже выскользнула у меня из рук, но после этого я увидел, что она все еще в моих руках, зацепился за ноги. Спасти барышню Янзамса получилось с помощью своего товарища, который страховал спасателя карабином. И ребята справились, совершив такое чудо. Женщина сейчас в больнице, а латвийские спасатели готовятся получать награды Государственной пожарно-спасательной службы и МВД. И я думаю, им бы еще в довесок супергеройские плащи самое то выдать. Но к следующей истории, ведь самое время обсудить что-то совсем загадочное. Брюс Уиллис строит аэропорт в центре штата Айдаха и никто не знает, зачем он ему там. Неподалеку в каких 10 милях только городок Ферфелл, в котором живут 416 человек. А само место строительства вот. Никакого тебе культурного или туристического центра, никакой нужды в масштабных перевозках тут вроде как нет. Возможно, было бы чуть более очевидно, если бы он строил маленький аэропортик. Так, для себя. На один ангар, да на одну скромную полосочку для частного самолета. Может, потом дом неподалеку обзаведется и не хочет далеко кататься? Так нет. Взлетно-посадочная полоса составляет 8500 футов в длину и 100 в ширину. А этого достаточно для размещения большинства коммерческих авиалайнеров. Согласно документам, поданным в Федеральном управлении гражданской авиации США, в аэропорту будет размещено как минимум 20 самолетов, и он сможет принимать около 500 посадок в месяц. Но это еще не все. Местные жители не сильно довольны строительством. Часть аэропорта будет находиться в сельскохозяйственной зоне АГ-5. И среди них быстренько сорганизовалась инициативная группа, которым аэропорт не нужен. Ну а сам Брюс никак не комментирует постройку, чем интригует еще больше. Ой, раз уж мы тут про странные вещи. Куперцкиллская сырная гонка. Место, где можно переломать себе все, гоняясь с крутого холма Купера за головкой сыра. Вместе с такими же веселыми и вполне вероятно резиновыми единомышленниками. Кратце суть гонки такова. Организаторы скатывают с горы круг сыра и народ за ним в припрыжку несется. И кто первый доберется до финиша и схватит сыр, тому он собственно и достанется. Выглядит это одновременно странно, забавно и чертовски травмоопасно. И люди туда едут участвовать с самых дальних уголков мира. В этом году, традиционно в последний понедельник мая, она также была. И людям было больно и весело. Что как бы чуток странно. И как всегда, кто-то уже сделал подборочку самых ярких падений. Хотя, блин, весь этот бег с горы из них и состоит. Вы, конечно, не поймите меня неправильно. Сыр я обожаю. Но не до той степени, чтобы бежать за ним с крутой горки, делая непроизвольные сальтухи. И обратите внимание, с каким радостным энтузиазмом люди участвуют в этой травмоопасной забаве. Традиции, кстати, 200 лет. И никто точно не знает, откуда она появилась. Гонку несколько раз пытались запретить, но получилось только сделать ее чуть менее травмоопасной. Раньше круг, который катали, весил до 18 килограмм. А теперь не больше пяти. Так как такая здоровая пудовая главища как-то врезалась в зрителей. И людям было больно. Да, спасибо, теперь там гораздо безопаснее и концентрация боли на квадратный метр снизилась. Чудно. Вообще, если людей это радует, это прекрасно. Хоть и выглядит цикотно и травмоопасно. Я бы, если честно, даже два раза подумала бы перед тем, как пешком там спускаться, не то что бегом. Ну а напоследок, нет ни появления спойлерных плакатов к третьему, как приручить дракона, а замечательная новость о том, как мечты студентов-геймеров скоро сбудутся. Им будут платить за успехи во всяких там кс-очках. Новость, кстати, мы добыли из нашего котелка, куда ее заботливо прислал замечательный Даниэль Шапиро. Спасибо. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики при поддержке Федерации компьютерного спорта России запустил первую в РФ программу поддержки талантливых киберспортсменов. Проще говоря, студентам вуза, которые хороши, вот в этих поигрульках, смотрите внимательно, смогут получать до 10 тысяч рублей в месяц. Для того, чтобы получать киберспортивную стипендию, нужно поступить в ЭТМО на бюджет, набрав не меньше, чем 250 баллов по ЕГЭ, и победить в конкурсе портфолио спортсмена. Выберут пятерых везунчиков, обладающих высокими достижениями в киберспорте. А для того, чтобы продлить ее на следующий семестр, необходимо закрыть сессию на 4 и 5. Так что, если кто-то из вас, ребята и девчата, вдруг собрался идти в АйТи, да и грули мешали, как следует подготовиться, скорее подавайте документы в Питер. А вот повезет. Ну и традиционно, спасибо всем подписчикам Неновости Плюс на Юсупорте. Во многом проект выходит именно благодаря вам. А если хочешь задонатить и ты, ссылочка на страничку Юсупорта в описании под видео. Кстати, видео жара в Киеве уже на этих выходных, и если ты планируешь заглянуть, но почему-то до сих пор не добыл билеты, а искать на сайте их лень, моя реферальная ссылочка на них есть прямо в описании. Ну и не забывайте про новый старый неновостной котелок, а также про мою инсту, ВКшечку и Фейсбук, там и все такое. До скорого и всем удачных выходных!